всем привет друзья сегодняшняя тема будет посвящена попугаем неразлучникам ранее я снимал вам здесь у меня фишер был и золотистоголовый неразлучник я их порвал они несли яйца но все получилось не так как я хотел в общем сегодня разберем с вами особенности разведения неразлучников на что нужно именно обратить внимание так возможно влажность у меня была не такая возможно недостаточно неразлучник построил гнездо это очень важно некоторые думают то там можно чуть-чуть и так дать чтобы яйца не закапывал будет хорошо ну не знаю я где истина где правда сегодня сейчас его все продемонстрирую посмотрим этих всех неразлучников вот у меня есть такие не работ вот начнем по порядку сейчас с этих начнем и потом отправимся смотреть новую стаю но перед тем как все это дело нам обговаривать я вам хотел бы посоветовать или порекомендовать уж кто как вас примет кому совет кому рекомендация есть канал называется попугай блок значит канала выкармливание птенцов попугаев с яйца прям с первых дней то есть люди забирают малышей выкармливают делать их абсолютно ручными учат разговаривать также там показывается разведение содержание и даже даже лечение попугаев что в наше время достаточно редкая малой мало где есть лечение то есть попугай канал называется попугай блок ссылку оставлю в описании видео так что пожалуйста кому интересно проходите смотрите вот и кстати там на том канале я увидел именно вот подтверждение что есть говорящие неразлучники это к тому что многие говорят что неразлучники не разговаривают а на самом деле очень даже разговаривают и так вот этим вот это моя пара здесь у меня еще была синяя самочка которая у которой были проблемы с яйцеводом помните я ее спасал яички там у нее были плохие так вот смотрите они снеслись в свое время отсидели на яйцах сейчас я вам покажу что у нее сейчас в гнезде происходит сейчас открою вот у нее тут гнездо вот такой тут секретный замок шурупчик называется вот смотрите видите как то есть полова есть но смотрите глубина домика вот если отсюда сюда еще идет примерно вот пол ладони глубина и здесь всего ничего то есть этого мало тут нет никакой норки как помните раньше я снимал в начале видео неразлучники делают норки в общем вот их не яйца какую-то бревно притащили сюда и так вот их не яйца я их просвечивал на днях яйца высохли хочу подчеркнуть яйца оплодотворенные но яйца высохли и там эмбриончики замерли я думаю здесь у меня жарковато или здесь вот сквозняк здесь получается лестничная как сказать лестничный проем возможно яйца в короче яйца высохли причина неизвестна то есть в этом случае можно допустим дождаться когда попугай сделают снова вкладку забрать яйца положить в инкубатор и в инкубаторе их инкубировать потом искусственным образом скормить и получить выкормыш и неразлучника но это отдельная тема в нашем же случае я думаю что недостаточно все таки недостаточно было материала в гнезде потому что ну пара хорошие яйца оплодотворенные сегодня я съездил за ивушкой сейчас я вам покажу ивушку и расскажу как я ее даю это из ивушки будет у нас стройматериал то есть я сейчас набью им много ивушки в клетку они набьют себе там гнездо возможно самка будет купаться когда сидит на яйцах и будет таким образом поддерживать влажность сама пойдемте покажу ивушку и потом еще стайку покажу как она адаптировалась которую вчера запускал вот друзья все мы знаем эту иву привез я иву значит наломал я вот такие вот ветки вот вам видно да такая огромная но где-то метровая метра полтора ветка отломал привез я эту ивушку затем я эту иву вот сюда воды налил это у меня такой корыто есть специальная тут раствор замешиваю ну а так в основном я мою ветки то есть я заливаю ее обычной водой иногда бывает марганцовкой но марганцовка быстро сворачивается то что железо на химическая реакция в общем здесь я в воде просто помыл обычная вода затем 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 это его вот здесь в тени хочу обратить внимание что лучше желательно в теньке она полежала то есть если я утром ее помыл и сюда бросил такой пригорок она как бы истекает то сейчас мы имеем абсолютно сухую чистую ивушку для чего ему и чтобы избавиться от кала диких птиц в котором возможно будут нежелательные там всякие бактерии микробы и чтобы избавиться от клеща то есть сейчас активность клеща мелкий такой птичий клещ то есть он нам не нужен поэтому привезли сполоснули кто как может в ванную то есть потом уйдет под раствор буду в другой ванне мыть в общем это уже не суть затем здесь она у вас полежала немножко подсохла и вы ее несете дальше итак принесли мы эту и вы сюда в этот вольер у кого маленькие клетки также можете набивать свои клетки у кого большие вольеры там такие как сказать ну три на допустим если вольеры ночь вообще классно вы можете подвесить там где хотите затем вот этот снопик который вы принесли вы его туда погружи погружаете в это туда прям не бойтесь побольше побольше пускай пусть лучше будет лишнее чем не хватит неразвучник сделает из этого материала себе гнездо представляете как он будет рад сколько стройматериала они в природе такие гнезда вид и выводятся человек присылал мне фотографию то есть видео присылал неразвучники убежали с парка и гнездятся прям в городе и зимуют там шпингалет заела и зимуют там и прям видео прислал в том году он прислал фонарный столб на солнце они там смели гнездо не вывели птенцов то есть на фонарном столбе смели гнездо там получается такая перекладина железная которая провода держит она заброшенная и неразвучники там свели гнездо это было на территории крыма вот такие вот тут реальная история что птицы неразвучники ведутся просто на солнцепелки и ничего а мы тут и матенек делаем из-за этой влажность угоняемся в общем я думаю что здесь получились пустые яйца потому что недостаточно было стройматериала я сейчас положил им вот такое количество ли ивы и его ну думаю завтра добавлю буду смотреть как они там настроят если мало то я добавлю еще мне кажется этого будет может быть этого будет достаточно для одной пары но учитывайте то что они еще кушают эту иву эту ивушку прекрасно не видят любят то есть может какую-то часть они съедят ну они видите маленькие по 15 сантиметров я думаю слишком много они не сидят в общем все будем ждать будем ждать новую кладку и посмотрим вот учитывая то что кстати да когда была первая кладка там я здесь пшикал сбрызгалки водой увлажнял стенки ну как показала практика это все ерунда поливание это все фигня надо делать ну я думаю что вот это в нам поможет а там посмотрим как бы будем все это наблюдать сейчас я вам покажу немножко как новые новая стайка там обустроилась вчера что помните сажали яблони сейчас им тоже кстати ивушки дадим посмотрим как яблоню подъели сделаем для себя выводы пойдемте и так нас встречают сначала как а реки увидели зелень обрадовались сразу и вот наши вчерашние переселенцы скажем так неразлучники пестрые розово щеки рекомендую вам обратить внимание на то как птицы объели кору с яблони вот смотрите листья видите листья целые веточки от листьев целые вот это провисели сутки от вчера до сегодня сутки прошли листья веточки целые но именно кора вот видите чисто белая палка блестит это съели кору обчистили кору ну вот там остатки трапезы вон видите от коры мелких веток то есть веток было много и четыре пары успели только покушать но тут у меня с разных сторон было помните видео посмотрите освежите память то есть можно сделать выводы то что перво-наперво попугай съели кору потому что кора содержит богата кора богата минералами витаминами но вот особенно минералами богата кора то есть не обязательно но верни как обязательно и минералы давать к примеру ракушка там глина вот это вот все вот видите ракушка это надо но еще птица получает минерал из коры деревьев это к тому что я говорю что деревья надо обязательно они вот у меня умнички видите слушают меня сидят внимательно а потом я уйду они будут говорить наверно на камеру так хвалится а дает нам редко ветки ну вот чтоб не казалось что редко ветки найти вам еще и ушки так сегодня у нас идет второй день второй день а я как говорил на адаптацию дадим им наверное дня нет дней 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 5 я собирался дать на адаптацию сегодня второй день посмотрим щелкнуло не то так сегодня второй день у нас еще дня два-три посидят на ветках и на корме и тогда будем ставить домики сейчас почему начал обильно давать иву чтобы они ее ну насытились и потом только когда пришла ива они сделают себе гнезда и я думаю что здесь кстати здесь тоже у меня прохладно если там где мы сейчас с вами наблюдали маска лайфишера там там жарковато ну а здесь прям вообще холодно или или как сказать влажно к сожалению тут у меня этот прибор который влажность измеряет он вышел из строя так по ощущениям здесь очень комфортно ну посмотрим так вот ивушка и еще хотел бы вам сказать запомните или кто ведет конспекты запишите себе в конспекте кто не ведет рекомендую хорошая вещь конспект сделали потом перечитывайте почаще на разные стороны ветки положу в общем что касается именно ивушки опять-таки кора ивы обладает лечебным средством снимает воспалительные процессы улучшает пищеварение также противомикробными противомикробными качествами обладает то есть это я к тому говорю что если у вас нету неразвучников а вы держите волнистых там карел розел любых других попугаев я рекомендую вашим попугаем чтобы вы почаще предлагали ивушку это будет вам как бы такая профилактика всяких разных незначительных заболеваний кишечника пищеварительной системы ну вот ивушка будет вас спасать просто многие заводчики разводчики хвалят ивушку допустим где-то возьмут смотришь там волнистый к примеру хухлится или дуется или поносит ну слабенький такой видно что вот он кушает а он не набирает массу потом приходит весна дают иву именно вот весенняя ива она сочная она очень сочная если осенняя и зимняя она не очень такая а вот весенняя летняя даже уже не так будет сочная весенняя ива она очень богата таким энергии жизни вот на этом позитиве друзья говорю вам всем до скорой встречи продолжение следует всем пока пока будем разводить неразвучников